Встряхнуть артистов и зрителей, заставить выйти из унылой обыденности, зажечь в них огонь мечты, которым и сам горит, объединить всех вокруг поэзии. Вот что хотел бы Евклид Кюрдидис в новом для него статусе режиссера. Когда директор театра Евгений Романовский пригласил его поставить спектакль, артист предложил именно любимые «210 шагов» Роберта Рождественского, с поэмой которого и в частности с историческим отступлением о крыльях познакомился еще в юности. Я его благодарю за эту сумасшедшую идею, вдруг вспомнить о моем имени и пригласить, в качестве режиссера оставить. И я такое получаю удовольствие, я думал, я разочаруюсь. Я думал, что я просто актер до мозга костей, что режиссура – это не мое, нет. И вдруг я понимаю, что мне это нравится. Спектакль «Сказание о крыльях», о стремлении подняться в небо, взлететь к солнцу – тема, которая не отпускает человечество ни одно тысячелетие со времен мифического Икара. А здесь русский мужичонок из века X своим поступком, желанием сделать крылья и взлететь аки птица будоражит воображение и внушает надежду людям, что они способны на многое и что мечтать заложено в природе человека. Это очень интересная роль, чтобы прожить. Сначала я вспомнил таких известных людей, как Джордана Бруно, Леонардо да Винчи. И даже прочитал Леонардо да Винчи о науке и искусстве, чтобы понять, как вообще человек думал, побольше биографии его, чем-то они похожи. Похоже, что это самая многолюдная репетиция в Театре кукол, которая здесь когда-либо происходила. Наряду с артистами режиссер привлекает играть даже монтировщиков, художников и ловит в их глазах огонь от чувства сцены и нового статуса. И вдохновляет всех проникнуться волшебством общего дела – создание лучшего спектакля. Действия на сцене будут сопровождать видеоанимационные сюжеты. Репетиция для любого актера – это самое сладкое, это самое прекрасное, это когда не торопишься, это когда рождается слово, рождается предложение, идея, мысль рождается. Премьерный показ «Сказание о крыльях», который интереснее всего смотреть всей семьей, пройдет 9 и 10 ноября. И в финале, обещают создатели спектакля, зрители ожидают инсайты, чудеса техники, озарение. Татьяна Бебинова, Максим Кияйкин. Наши новости.